Особое мнение на 101FM Читаю новость, которая у нас на сайте опубликована, а потом вы нам расскажете, что вообще произошло. Форум «Муниципальная Россия», на который вы поехали, проходил он в Москве, в Измайлово. Полиция ворвалась во время этого форума в зал, и всех, кто был на месте, увезли в участки. По 15 человек в автозаках. Михаил, объяснили это тем, что мероприятие проводит организация, которая входит в список нежелательных, хотя на самом деле это вроде бы как не так. Ну, вообще, Михаил, что это за мероприятие, и почему вы на такое нежелательное мероприятие поехали? Ну, да, расскажу. Спасибо за приглашение. Значит, ко мне обратились организаторы этого форума. Объединенные демократы. Все верно. Объединенные демократы – это организация, которая не запрещена в России. Значит, в принципе, они есть, у них есть сайт, у них есть там место, где их можно увидеть. И они мне рассказали и поделились, что у них есть такая идея собрать именно муниципальных депутатов разных регионов, там от Калининграда до Камчатки. В итоге приехало более 50 регионов для того, чтобы обсудить проблематику, которая волнует, наверное, всех муниципальных депутатов, для того, чтобы обменяться опытом, найти какие-то точки соприкосновения и так далее. То есть это мероприятие не политическое, а какое это мероприятие? Это мероприятие я бы назвал образовательным. Наверное, к сожалению, сейчас любой вопрос можно перевести в политику. Но изначально, например, мне было предложено выступить с коротким выступлением, буквально 6-7 минут, и поделиться своим опытом по взаимодействию депутата с жителем для решения конкретной проблемы. Не буду сейчас подробно рассказывать, но это как раз тот опыт, которым, я считаю, нужно делиться, выслушать какие-то критические замечания. И самое главное, с учетом того, что таких, как я, будут десятки, возможно, что-то подчеркнуть для себя, потому что заявлены были темы и раздельного сбора мусора, и вопросы защиты экологических моментов, и вопросы, связанные с общественным транспортом. То есть вопросов было достаточно много. И какие-то конкретные кейсы, вот все-таки, мне кажется, интересно сказать, с чем вы туда ехали, автобус, который не ходил в Сергеево. Да, я хотел поделиться, как законным, повторюсь, законным методом, не нарушая ничего, при активной поддержке жителей, вместе с вопросами взаимодействия с администрацией, можно было решить многолетнюю проблему. На это ушло два года, но я как раз хотел поделиться шагами, как в деревне Сергеево все-таки же удалось добиться того, чтобы жителям с семьей многодетных детей, прошу прощения за оговорку, значит... Которые там получали участки. И они имели возможность ездить на общественном транспорте не только летом, но и зимой. То есть вот это тот посыл, с которым ехал я. И с какими-то такими конкретными кейсами приехали и другие. Абсолютно верно. Значит, и что произошло? Значит, произошло то, что, по сути дела, в гостиницу, которая, думаю, наверняка оформила официальный договор аренды с теми же объединенными демократами. Я не знаю их юридическую сторону, меня это не особо волнует. Вот, ворлась полиция и, по сути дела, сказала, что все мы нарушили закон, потому что мы участвуем, точнее, взаимодействуем с организацией, которая запрещена в России, и это необъединенные демократы. То есть называлась структура там с иностранной абвиатурой. То есть, безусловно, я думаю, что она, наверное, есть. Вот, и она находится, если не ошибаюсь, там в постановлении написано, там, что-то связанное с Лондоном. Но, повторюсь, меня приглашали не они. И я ехал к ним, более того, представьте, гостиница Измайлова. Она точно не заключила бы договор аренды, если бы организация была бы иностранным агентом. Но это нонсенс. Повторюсь, мы не встречались ни в подвале, ни на Курском вокзале, мы не в Подмосковье, знаете, в каком-то заброшенном санатории. Мы встречались в центре Москвы, условно в центре Москвы, официально, об этом было заявлено заранее. И если бы власть считала бы, что это нарушение, то было много времени, много путей, как не допустить организации этого. Но что, к сожалению, произошло? Не просто не допустили, если, повторюсь на их взгляд, нарушение. Они дождались, когда все депутаты, в том числе опоздавшие, придут в зал. При этом не дожидаясь, когда будет перерыв, и, опять же, кто-то покинет или нет. То есть при полном зале, во время выступления Евгения Ройзмана. Абсолютно верно, да. Сказали, что все нарушили. Опять же, второй момент, почему я считаю, что здесь, к сожалению, форум стал не практическим, а политическим. Потому что вместо того, чтобы, опять же, на месте взять показания и выписывать постановление, нас из них развезли по полицейским, по РОВД. Значит, их там порядка было десяти. Вот. Через автозаки. То есть все серьезно. И, опять же, здесь представьте ситуацию. То есть это административное нарушение. Это то же самое, что если вас останавливает сотрудник ГИБДД за какое-то нарушение, на его взгляд, и из-за того, чтобы выписать протокол на месте, он говорит, нет-нет-нет, что-то тут не так. Вот. Поедем сейчас с вами как бы в ближайшее отделение. Вот это выглядело примерно то же самое. Потому что если бы действительно, повторюсь, там власть считает, что были какие-то нарушения, можно было все сделать по-другому. Поэтому я считаю, что это был вопрос более политический. То есть, может, все это было показательно, да? Ну, показательно для всех, для таких, как я, показать, что не надо ездить на какие-то мероприятия, где вы можете выразить свою независимую точку зрения. А я считаю, что нам не хватает муниципальным депутатам межрегионального общения, потому что, безусловно, на уровне муниципалитета проблемы общие. Но если, например, пообщавшись там с депутатами из Томска, с депутатами там из Татарстана, повторюсь, даже не муниципальными депутатами самой Казани, то есть вопросы многие разные, многие общие. Мы друг другу, безусловно, много что, мне кажется, донесли, но, к сожалению, не в том формате, что получилось. Ну, вы провели форум в итоге на участке, а не в Измайлово, да? Да, расскажите, как это все было. По разным участкам вам развезли, почему, чтобы ваше время по экономии, да, и время сотрудников полиции? Я думаю, что время сотрудников полиции, потому что нас было 15 человек в нашем автозаке. Вы там просидели 6 часов, да? Да, то есть чуть меньше получается, что, ну, если говорить с момента задержания, то да, если полиция зашла в 10.40 в зал, значит, то из участка я вышел примерно где-то в 16.40. То есть вот, по сути дела, да, там в общей сложности побольше 6 часов, ну, правда, там была дорога, была, значит, различная там процедурная формальность. И вот, ну, хочу сразу сказать, что никаких нареканий лично у меня к работе правоохранительных органов нет, все было в меру тактично, никаких нарушений не происходило. Ну, единственное, что кроме того, что вообще сама процедура, понятно, придумана нередовыми сотрудниками, она выглядела достаточно странно. Ну, я читала еще, что те, кто не соглашался идти с полицией, их там выводили особым образом. Ну, об этом полицейский, если вы видели, полковник, он об этом сказал сразу же, он сказал, что на основании статьи такой-то, закона о полиции, всем, кто будет оказывать сопротивление, будет примена физическая сила. И на этот случай были специальные ребята в специальном униформе, в шлемах, вот, и, в принципе, там, но я хочу сказать про себя, что там меня, двое полицейских, которые задерживали, они, в принципе, дали возможность одеть верхнюю одежду, были достаточно тактичны. Вот, в рамках правового поля, поэтому у меня к ним никаких, там, как раз замечаний, нарушений нет, кроме, повторюсь, того, что сама процедура выглядела, да. Единственное, что за все это время у нас, по сути дела, когда мы находились в ОВД, если бы не организация правозащитного ОВД-Инфо, у нас бы не было ни воды, ни еды, то есть это тоже, наверное, как метод давления. Но, в отличие, наверное, от таких городов, как Киров, где я, правда, не знаю, вот, насколько эта организация сильна в Москве, в принципе, она достаточно мобильная, и нам привезли воду, нам принесли перекусить, потому что, ну, повторюсь, там прошел завтрак, и время уже практически пять часов. Поэтому большой респект этой организации, я впервые с ней сталкиваюсь, надеюсь, впервые и последний раз, ну, как говорится, время покажет, но в этом плане было вот так. И мы просидели в участке, пока шло оформление, значит, всем выписали одинаковое постановление, неважно, что они рассказывали представителям прокуратуры, потому что по этой статье показания снимает прокуратура, вот, всем выписаны одинаково под копирку с ошибками, с многочисленными, потому что это же копировали из ворда в ворд, не все меняли, где-то фамилии перепутали, где-то... Ну, не заранее хотя бы подготовили. Ну, не заранее точно, да, не заранее точно, поэтому вот с этим багажом сейчас это происходит, и мне кажется, что в нашей группе 15 человек... А вот расскажите, да, с интересными людьми вы там, наверное, оказались, о чем рассказывают проблемы, какие-то схожие с Кировым? Ну, значит, что я, во-первых, ну, естественно, не знаю, как у других, я был незнаком со всеми, кроме там, может быть, нескольких организаторов, которые меня приглашали. То есть известный Ильем Яшин. Да, а вот в автозаке, да, я с удивлением увидел, что вместе с нами Илья Яшин, к слову говоря, тоже муниципальный депутат, то есть его знают как некого политика, достаточно там яркого... Оппозиционного. Неоднозначного, но я хочу сказать, что здесь он был как муниципальный депутат, он глава Красносельского округа. Московский. Да, города Москвы, значит, в Москве это муниципальный уровень, именно не Московская городская дума. Вот, был депутат из Томска, значит, были депутаты из Подмосковья. Вот, были общественники, вот, потому что, в принципе, у нас был с нами общественник из Башкирии, там, по поводу вот как раз их проблемы строительства вредного предприятия на горе Куштау, если не ошибаюсь. И как раз, когда жители, повторюсь, не без каких-либо политических моментов отвоевали это место, потому что, ну, вот как серия нашего Мородыкова, значит, поэтому вот такие люди приехали. У них не было цели, повторюсь, там, решить какие-то политические моменты, потому что даже то, что я успел увидеть, пока не началась вот эта история с задержанием, то есть были представители различных партий, различных движений, и самое главное, география действительно, ну, громадная. И в дальнейшем мы общались, то есть я рассказал свой опыт, пускай в этой небольшой мини-группе, там, они на 200 человек, вот, коллеги рассказали, там, по вопросам градостроительства, как решается в городе Томске, к слову говоря, там, выборная должность мэра, то, что к чему стремится Киров, и мы с ним обменялись плюсами и минусами той иной системы, ну, рассказывать друг другу, какие проблемы, например, у нас есть, и как они у них решаются или нет. То есть тоже не все, конечно же, идеально, но, тем не менее, безусловно, система, когда нету двоеначалия, там, она, конечно же, более реалистична, хотя, например... Они недавно смогли добиться? Я не готов сказать, но как раз у них сейчас история идет, чтобы снова это все убрать, то есть, поэтому вот я говорю, ну, это, почему у нас и в Кирове, на мой взгляд, если мы ушли туда в тему, она очень тяжело идет, потому что пока, как мне кажется, идет установка о том, что где города еще есть, все это убрать, потому что он как раз рассказал, что у них сейчас снова началась кампания, скажем, для того, чтобы это уйти, потому что это все, там, этого снова, там, чуть не посадили и так далее, давайте будем назначать. Ну, и так далее. Где хотят ввести, не дают ввести, где уже есть, выбирают. Так что полезно там пообщались, как бы осадочек, конечно, эмоционально остался, потому что все-таки же ехал точно я по-другому. Ну, я повторюсь, там, и принял приглашение, и считаю в этом, что там организация, которая меня пригласила, с кем я коммуницировал, она официально, официальная, не является агентой. Но, повторюсь, иначе бы их давно закрыли, потому что мы не встречались, знаете, как подпольщики в годы дореволюционных. То есть все открыто, все было прозрачно. А вот у вас во фракции здесь, в рекотделении, как к этому отнеслись? Просто я слышала, за эфиром разговаривали с коллегами, что у кого-то чуть не исключают из партии. Нет, это я читал в новостях про одного из участников из КПРФ, из другого региона. Этого форума. Да, да, да. Нет, я, с учетом того, что я не являюсь членом партии «Справедливая Россия», но член фракции, я посчитал, что это мое решение. То есть я в данном случае представлял там не партию «Справедливая Россия», я представлял там себя как депутата 12 округа. Вот, и партию я известил по приезду, вот, ну, потому что это мое там решение. И, наверное, если эта ситуация повторится снова, я все равно поступлю так же, потому что фракции накладывают на меня достаточно серьезные ограничения, с которыми я соглашаюсь. Но это не политический момент, то есть не было цели там воззваний политических изначально, повторюсь там, и таких, как я, там было, мне кажется, ну, все, может быть, по мнению власти, значит, что это не так. Я считаю, что все в подобающем состоянии было так. И сейчас, когда нас выставляют в лица каких-то иностранных агентов и практически уже на службе там другой страны, это, ну, достаточно странно, потому что все, кто меня знает давно, там, точно знают, что там, ну, я всегда поступаю так, как мне велит моя совесть. И, как я считаю, получат выгоду избиратели. Я все-таки же получил ряд позиций, повторюсь там, по градостроительной части от одного достаточно опытного в этой сфере депутата и бывшего сотрудника администрации одного из городов. Вот, я услышал там достаточно полезные вопросы по взаимодействию в период пандемии, которые я частично использую, которые нет. То есть, я считаю, вот это ценно и важно, потому что, на самом деле, там ведь, вот то, что я говорю, все люди не являлись представителями какой-то одной политической силы, что иногда там попытаются показать в средствах массовой информации. Все люди были, первое, неравнодушны, и второе, конечно, после всех этих событий однозначно понимающие, что все-таки же нельзя использовать ресурс государства, чтобы решать таким образом вопросы с другой точкой зрения. Потому что, возможно, власть посчитала, что будет какая-то угроза. Я ее не видел и не вижу до сих пор. И, безусловно, после суда, который примет то или иное решение, там по постановлению, потому что так как это административное решение, будет мировой суд, значит, в дальнейшем, безусловно, в случае наложения штрафа буду его в законных порядках обжаловать, идти по инстанциям, а там посмотрим, как все это произойдет дальше. Вы несколько раз делали упор на том, что это было очень похоже на некую показательную все-таки акцию. Вот, на ваш взгляд, причина-то этого в чем? Ну, я вообще не политик. Я считаю, муниципальный депутат это, в первую очередь, представитель жителей и такой, можно сказать, хозяйственник. То есть, я не знаю всех политических моментов, наверное, на уровне России, почему они посчитали, имеется федеральная власть, угроза чему-то. Поэтому... Связывали бы это вы с выборами с сентябрьской? Да, конечно, конечно, да. То есть, если, ну, потому что у нас одна из тем была во второй день, я если не помню, или в конце первого дня, это как раз там текущие реалии по выборным делам. В большей степени, опять же, потому что среди нас были депутаты, самовыдвиженцы, которые успешно провели кампанию в 2019-2020 году и предполагалось их выступление по этой теме. Не из серии, там, как заевать, знаете, Государственную Думу новым составом, а вот из этой серии. Но, очевидно, власть увидела в этом какой-то свой подтекст, ну, и приняла то решение, которое есть. Потому что, повторюсь еще раз то, что я говорил в начале эфира, если бы захотели предотвратить, можно было сделать быстрее, дешевле для бюджета. Представьте, сколько было задействовано бюджетных средств. Вот машины, автозаки, полиция, прокуратура в выходной день, работники полиции там, ну, и прочее, прочее. А вообще вот такие вот случаи, да, не знаю, показательные, громкие, к чему они ведут, не знаю, я имею в виду, вот в настроениях, может быть, людей, вот, может быть, что-то поменяется в эти сентябрьские выборы? Ну, знаете как, если у кого-то есть дети, то на определенной стадии развития ребенка его можно напугать. Можно говорить там, туда не ходи, в розетку ничего не втыкай, иначе будет все очень плохо. Вот, и, очевидно, была задача на какую-то, на понимание того, что, возможно, общество наше еще находится в этом состоянии, их испугать. То есть, вот, ну, знаете, как детей испугать. Но я считаю, что большинство из нас все-таки же находится уже в зрелом возрасте с точки внутреннего самосознания, и, наверное, к сожалению, дам для власти выводы точно другие. Потому что это показало о том, что все-таки же есть некая сила, раз с ней борются, потому что, ну, вот, вроде бы что такое муниципальные депутаты, у них даже нету иммунитета, понимаете? То есть, ну, особых полномочий нет, если говорить про ряд небольших муниципалитетов, но по каким-то причинам власть посчитала, что это все плохо. Вот, потому что, ну... Ну, то есть напугать, скорее всего, не напугают, а вообще, вот, интерес, может быть, какой-то больший к выборам, к политике может появиться после... Ну, сейчас ведь это люди были все равно депутаты, то есть они все равно понимают политический процесс с точки невыборности, вот, но новость достаточно, на мой взгляд, я не знаю, как на уровне Москвы, на мой взгляд, она достаточно быстро сошла на нет, просто в Кирове, наверное, может быть, новостей не так много, а в целом на следующий день в Москве никто уже не говорил, не подходил, не пытался взять интервью, потому что я выезжал на следующий день. Да, это прошло-прошло, то есть кто в теме, то есть я не думаю, что это как-то людей побудило, там, больше активно двигаться в сторону участия в выборах, вот, но там, вопрос, наверное, больше был как раз для участников, посыл был для участников, что, ребята, так делать не надо, иначе будут вот такие-то последствия. А вообще, вот, на ваш взгляд, люди сейчас больше политикой интересуются или нет? Ну, к сожалению, вот с момента моего избрания, с 18-го года, к сожалению, сильных сдвижек нет. То есть для многих людей, вот слово политика, чтобы не совсем понять, я бы сказал, возможность влияния на политические процессы, вот так, потому что многие люди считают, что политика это когда ты, там, депутат Государственной Думы, там, большой чиновник. На самом деле, политика начинается с твоей гражданской позиции участия на выборах. И вот, к сожалению, вот пока это тенденции в сторону ее роста я не вижу, вот, но я думаю, что сейчас вырастет новое поколение, которое не помнит историю СССР, как бы, и которого ничего не боится, в хорошем смысле слова. И, там, новое поколение, сейчас не помню, как оно называется, в социологии, которое придет и будет готово участвовать в процессах, готово идти на выборах, потому что я думаю, что тем, кому сейчас, там, 15-16, вот, уже, или уже 18, там, чуть больше, они более активны, и за ними будет будущее, и оно точно, ну, будет другое. Вы не только о том, чтобы поставить галку, вы о том, что эти люди будут и... Да, буду задавать вопросы, потому что, вот, ну, представьте, что произойдет в этом году. В этом году будут выборы в ЗАГС собрания, если говорить даже про Кирсковый. И когда, ну, люди пойдут на выбор, они должны, ну, задать вопрос про тех кандидатов, которые будут, про тех, которые были, вот, что лично они сделали для улучшения жизни в его городе, поселке, селе, ему, потому что мы очень часто идем за какими-то пустыми обещаниями. не понимая последствий этого всего, потому что за этот период, который прошел выборный, там, да, произошло куча всего. Мы повысили пенсионный возраст, и почему-то про это все забыли, и это повысило пенсионный возраст, наша существующая власть. И говорить о том, что сейчас нужно снова ей дать еще время, там, для исправления событий, ну, достаточно сложно. Мы изменили конституцию, там, и дали полномочия настолько широкие, что, мне кажется, ну, об этом будет долго говорить, и, не дай бог, еще что-то скажу, опять же, не в рамках того закона, который сейчас у нас принимается. Поэтому много произошло событий. Я считаю, что задача активных людей не просто в людей побуждать прийти на выборы, прийти на выборы и сделать свой выбор. Не лучше, не худше свой, потому что, на самом деле, победа той или иной политической партии за, ну, бывают какие-то подтасовки, но я хочу сказать про свой округ. За последний, там, выборный период их не было так массово, поэтому, и это касается не только моего округа, мне кажется, это касается большинства России, повторюсь, за исключением каких-то отдельных регионов, участков и так далее. Поэтому люди выбирают того, кого выбирают. И говорить о том, что мы выбрали не того, виноваты только мы сами с вами. Поэтому не пришли мы на выборы, виноваты только мы с вами. И говорить о том, что кто-то извне, значит, плохой человек, навязал нам этого, там, депутата, который был когда-то кандидатом, ну, это же мы сделали. Поэтому я к тому, что придите, сделайте ваш выбор, тогда можно винить будет только себя, но уже осознанно, и делать какие-то ошибки, потому что за этим выбором будут еще, еще и еще. И мы в дальнейшем все-таки научимся в этом разбираться и делегировать свои полномочия по решению каких-то вопросов людям, которые с вами на одной волне. А если говорить со стороны тех, кто занимается политикой, вот много тех людей, кто не боится ездить на форумы какие-то, кто не побоится после вот всех этих случаев? Много ли людей, которые там не боятся брать на себя ответственность за избирателей? Допустим, вот, может быть, на примере нашего ОЗС вы скажете, на ваш взгляд, вот много ли новых лиц будет в сентябре? Ну, я вообще не люблю делать прогнозы, потому что, повторюсь, зависит не от них же, кто победит, зависит от избирателей. Вот вопрос, насколько люди готовы будут новые лица видеть, только их и будет. Вот, безусловно, я надеюсь, что людей будет новых больше, потому что я за сменяемость во всем. Вот, я уже рассказывал там в том числе, что сменяемость должна быть везде, и в председателе Совета Дома, и в любых организациях небизнесовых, потому что другой человек, другой представитель жителей, он будет смотреть по-другому, и это тоже правильно. И будет здорово, если там по моему округу будет в следующем созыве другой депутат, который будет еще лучше, который будет смотреть на эти или другие проблемы по другой точке зрения, и это замечательно, потому что только так мы будем развиваться. Но есть люди-то вот эти, желающие пойти и посмотреть? Люди, думаю, точно есть. Вопрос, чтобы партии на них обратили внимание, потому что, к сожалению, самовыдвиженцам, наверное, практически это сделать нереально, несмотря на то, что такая форма в законе есть. Вот, поэтому, если партии на них обратят внимание, помогут им, то, в принципе, мы должны обновить состав ЗАГС-собрания и сделать его более энергичным и активным, занимающимся защитой на интересах жителей. То есть реально это нуждает? Да, я считаю, что да. На сколько процентов обновить можно? Ну, мы же говорим, во-первых, депутатов будет меньше. Во-первых, 40 останется. Да, их, во-первых, останется 40. Но я еще раз говорю, я не люблю делать прогнозы, потому что прогнозы, это значит, будут какие-то схемы. Потому что я не могу сделать прогноз за жителей нашей области. Я могу сказать за жителей моего округа. Я надеюсь, они точно будут задавать вопросы кандидатам для того, как они сделают жизнь лучше. Потому что текущий депутат от нашего округа в ЗАГС-собрании инициировал вопрос в нашем ЗАГС-собрании о том, чтобы поддержать повышение пенсионного возраста. Вот мне бы хотелось, что когда будет кандидат депутата в ЗАГС-собрание по нашему, чтобы ему задали вопрос, как вы к этому относитесь, почему вы не осудили эту позицию, которая есть. Я как пример просто. Поэтому надеюсь, на 50% состав нашего ЗАГС-собрания будет другим. И это позволит нашей области все-таки же двигаться в правом отношении в лучшую сторону. На этой ноте мы сходим на перерыв и вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. Напротив меня депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Я хочу предупредить слушателей о том, что программа у нас в записи. Записываемся мы накануне, поэтому, к сожалению, вопросы задаю сегодня только я и не предлагаю номер телефона, на который можно писать. Михаил, не так давно вышел рейтинг управляющих компаний. Сделан он был по распоряжению губернатора. Теперь мы видим, кто хорошо работает, кто не очень. Например, компания «Почин» и еще несколько муниципальных управляющих компаний в начале списка. Вообще, на ваш взгляд, этот рейтинг – это хорошо или плохо? И насколько он объективен, если там… Смотрите, любой рейтинг, он имеет некий срок давности. Вот рейтинг, который опубликовала ГЖИ, во-первых, он уже не актуален на 2 марта, потому что он публиковался, исходя из данных, по количеству жалоб жителей за первый квартал. Следовательно, с каждым днем, который мы отстаем от 1 марта, на который данные были актуальны, он все время все более некорректен, потому что за один день на какую-то управляющую компанию может свалиться столько жалоб, что она с верхней строчки педестала упустится на самое дно. Но, тем не менее, это та информация, которая есть. Ей просто нужно, наверное, в том числе пользоваться для того, чтобы принимать какие-то решения. А что касается управляющих компаний, которые внизу рейтинга, к сожалению, да, как бы не было печально, я с большинствами, вот тем цифрами, которые есть, я с ними соглашусь, потому что это те управляющие компании, которыми больше всего жалуются. И одна из проблем, которую я хотел бы, чтобы мы рассмотрели на ближайших комиссиях, которые у нас пройдет в Думе, это вопрос, что будет дальше с этими домами, которые были в управлении вот в той красной зоне, которой поставили кол. Потому что уже сейчас, в конце февраля, несколько десятков домов забрали у Пачина, то есть по распоряжению ГЖИ, понимая, почему, помните, эту историю с сосульками на улице Ердякова. То есть Пачин лишает лицензии или о чем это? Его пока нет, у него пока забрали дома. То есть часть домов у него забрали из обслуживания. А так можно взять и забрать? Ну, я не читал это распоряжение, его нет в публичном доступе. Вот просто написан номер распоряжения, значит, я написал запрос в ГЖИ, значит, сразу же, как увидел, но это был конец февраля, начало марта, точнее, это был запрос в начале марта, а распоряжение было концом февраля. Поэтому и нет в открытом доступе. Я надеюсь, к комиссии, которая у нас пройдет, и точно к заседанию ГЖИ мне ответит. Но, тем не менее, у меня... Проблема в том, что дома забрали, а куда им дальше деваться, непонятно. Там дальше есть процедурные вопросы, там, когда нужно будет уведомить жильцов, и им они или должны перейти в другую управляющую компанию через собрание собственников, или им назначат другую управляющую компанию. Но проблема, с которой жители ко мне обращаются, они говорят, сейчас-то что? Буквально неделю назад с одной из домов на улице Уральского упал снег, значит, причем хорошо никто не пострадал, потому что он... То есть того же Почина. Почина, конечно, который уже тогда был уже не их дом, то есть поэтому формально даже они уже за него отвечают, но, тем не менее, снег упал с крыши, потому что крыша не убирается. И с учетом весеннего предстоящих оттепелей у меня большой вопрос... Слушайте, это ведь тоже проблема дома, за которые никто не отвечает теперь. Да, номинально. Ну, опять же, у ГЖИ информация обновляется не ежедневно, ну, или, возможно, ежедневно, но вот я скачал информацию на 1 числа марта, вот, 40 с чем-то домов у Почина исчезли, то есть они у Почина ушли, а в новую организацию не попали. Это тот период, повторюсь, он оговорен законом, но одно дело это, когда происходит летом, другое дело, когда это происходит, сейчас начнет капать. Значит, и снег будет сходить... А законом-то он, как и говорил, кто отвечает? Нет, администрация города Кирова, она должна завести процедуру на вопросы, значит, если в течение определенного времени жильцы, повторюсь, не проголосуют, то тогда им назначается управляющая компания. Почин, к слову говоря, была одна из управляющих компаний, которым передали дома Акора, то есть, по сути дела, там, в свое время она по ряду своих характеристик устроила администрацию, значит, и, по сути дела, там, это не совсем был тендер, но, тем не менее, процедурные вопросы были соблюдены, ей передали дома в обслуживание, она их взяла. Жители, конечно же, очень негативно и долго жаловали, что они ничего не делают, но мы видим, что действительно, сейчас уже ГЖИ признали, что они делают. Поэтому вопрос у жителей... Проблему-то, да, давайте... Проблема какая? Нужно ускорить процессы, чтобы у жителей появилась другая управляющая компания, и самое первое, с чего начинать, жителям нужна информация, повесить объявление, провести работу, потому что, ну, это не дело. И, конечно же, сделать так, чтобы новая управляющая компания не повторила судьбу Акора, Почина, и вот не встала в эту цепочку, когда дома, понятно, не самые богатые, с точки зрения капитала емкости, они все-таки же имели свою обслуживающую организацию. Вот по поводу уборки города уже о крышах мы начали говорить, да, а если говорить об улицах и тротуарах, власти в этом году, как заявил однажды сам Осипов, очень довольны уборкой снега, говорят, что необычайно хорошо этой зимой все убирается. Вот вы на этот счет что скажете, что на этот счет говорят ваши избиратели в вашем округе, как это все обстоит? Ну, смотрите, здесь, конечно, нужно сразу отметить, что под уборкой понимать нужно муниципальные дороги и придомовые территории. Вот, про придомовые территории я уже много раз повторил. Если их плохо чистят, это вина жильцов, значит, не ту управляющую компанию выбрали. У нас очистка в этом году, несмотря на другой объем снега, была безукоризнена, на мой взгляд. И в следующем году она будет точно так. Вы имеете в виду во дворах? Во дворах, да. Поэтому я сейчас буду говорить про дороги муниципальные. И здесь, к сожалению, проблема стоит очень остро. Это частный сектор. Осипов тоже о дороге. Да, дорога в одну машину. Я писал, поднимал вопросы. К сожалению, проблема в том, что их изначально чистили не так. То есть их изначально чистили не в ту ширину. Поэтому сейчас достаточно сложно и иногда невозможно за счет уже обледенения этих наростов по обочинам, чтобы изменить. Дорога в одну машину? Это что такое? Как это выглядит? Извините, да. Это значит, что дорога, в которой летом разъезжаются два автомобиля, сейчас за счет того, что чистили ее незащей ширины, едет одна машина, а вторая машина, которая будет двигаться навстречу, вынуждена будет ее на перекрестке или в каких-то карманах пережидать, чтобы она проехала. А при этом по этой же дороге ходят пешеходы, потому что тротуаров в частном секторе, как правило, выделенных от дороги нет. И поэтому эта проблема есть. Это и поселок Северный, это участок от Луганска до Дзержинска в сторону железной дороги напротив Витека. Там улица Зимняя, улица Летняя. То есть люди встречаются где-то между перекрестками, и один из них задом до перекрестка, чтобы пропустить. На самом деле там перекрестки небольшие, они друг друга видят, но номинально так и есть. И эта проблема не решить уже в этом году. И хотелось бы, чтобы выводы были сделаны на следующий год. А в прошлом году такая же была история? В прошлом году была такая же, и в позапрошлом была такая же. Дело не объема снега, да. То есть всегда так делают, потому что, к сожалению, я это на комиссии вопрос на прошлый поднимал. Однозначно считаю, что одна из проблем у нас недостаточно документированы наши дороги, тротуары и так далее. То есть, по сути дела, когда мы заключаем контракты, мы не можем точно сказать, сколько квадратных метров или километров подрядчик будет убирать. Ну, потому что межевание где-то не произведено, и поэтому подрядчик вполне справедливо указал, что вы со мной заключили контракт. Я эти метры убрал, а то, что у вас по факту в полтора раза больше, это ваши проблемы. Поэтому тут проблема очень глубинная. И я надеюсь, что администрация все так же летом проведет активную работу, чтобы к следующему зимнему сезону информация была актуальна, и контракты были заключены уже в соответствии. И вы эту проблему поднимаете тоже, да? Да. Осталось у нас две минуты, быстро задам вопрос. Правило нулевого дохода будет действовать на выплату субсидий на детей от 3 до 7 лет. Что это значит? Те, кто не работает официально нигде и не состоит в службе занятости, не будут получать вот те вот 5 с небольшим тысяч, которые сейчас приходят на карту. Вот, на ваш взгляд, это правильная инициатива? Я считаю, что неправильно. Ну, мы заявляемся, что мы социальное государство, поэтому мы должны помогать всем. А если таким образом решают вопросы официального трудоустройства и постановки на биржу, ну, это точно не тот путь. Поэтому я считаю, что это опять из тех законов, смысл которого совершенно в ином. В то же время, вот, тот же закон, да, когда если семья на каждого человека не набирает прожиточного минимума, то это самое пособие будут повышать. Но ведь как много людей у нас получают серую зарплату, и все об этом знают, получается, на них... Ну, мы же видим по пособиям, по ЖКО и так далее, там, когда, ну, прожиточным минимумом нужно постараться, чтобы его все-таки же доказать, что у тебя он такой, потому что, на самом деле, ну, у нас другая немножко система, на мой взгляд. Нужно доказывать то, что тебе положено, а не серии, что предоставлять на основании тех данных, которые у тебя есть. То есть с правовками нужно побегать, и, ну, тоже этот путь не самый, наверное, мне кажется, эффективный. Вот у меня так, такое точка зрения. Придется нам заканчивать, потому что закончилось наше время. Михаил, спасибо вам большое. Доброго дня, доброго дня всем. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM